Всем привет дорогие друзья, с вами Билл, не обращайте внимания на этот чудесный фон, я просто ничего лучше придумать не смог, но вы же меня знаете. И это ремейк одного моего старого ролика про Германа Стерлигова. Я решил исправить некоторые неточности и решить проблему со звуком, которые были у меня в прошлом обзоре. Надеюсь, всё будет в лучшем виде, ну что ж, поехали, а то у меня уже глаза кровью обливаются от этого вырвиглазного фона, боже, чё я решил его поставить. Просто ужас какой-то... О, вот так я думаю самый раз, 50 оттенков серого, буквально. Ладно, мы немного отвлеклись, пора начинать ролик. У меня есть ролик на канале, который был посвящен Александру Курицыну, и если в том видео мы могли лишь посмеяться над забавным врунишкой, то в этом видео мы с вами детально поговорим о достаточно чудаковатом православном человеке. И мне кажется, каждый адекватный человек усомнится, так же как и я, в адекватности данного персонажа. Современная медицина уничтожает столько людей, сколько не уничтожили все диктаторы и садисты всего мира. Вы не защищаете пи***сов. А тот, кто защищает пи***сов, тот пи***с. Понимаете? И я надеюсь, что вы не пи***сов. Это не её вопрос. Бабье мнение не играет никакого рояля. Не трати деньги, стройте из дерева нормальные дома или из камня, кто где живёт. Мне 25 лет, плохо растёт борода. Какая тебе разница, как у тебя растёт борода? Чё, бабы, что ли? Очень плохая ситуация. Нам надо начинать уничтожать учёных во всём мире, пока нас не загубили до конца. Надо создавать межгосударственные структуры, международный экологический трибунал, новом международном законодательстве. И как бешеных собак их находить во всех странах мира наиболее талантливых и уничтожать на месте. Как экологических террористов. Проклятых колдунов учёных убивать, как бешеных собак. Из них прежде всего учёных. И чем более талантливый учёный, тем быстрее его надо уничтожать. Потому что он является опасностью для существования человечества. Знакомьтесь, российский менеджер Герман Стерлигов. Сегодня мы прокомментируем некоторые его заявления. Начнём с того, что Герман не так давно предложил вернуться к золотому стандарту. Приправляя это тем, что так будет лучше для экологии. Обязательное условие восстановления экологии, как это ни странно, казалось бы, переход из бумажных и электронных денег в настоящее вот такое золото. Потому что научный прогресс, проклятый я бы добавил, может существовать только при условии неограниченного количества бумажных денег. Чем больше научно-технического прогресса, тем меньше остаётся вокруг нас настоящей природы и здоровых людей. То есть для Германа Стерлигова самым выгодным решением восстановления экологии станет откат научного прогресса? Вы что, совсем тупи? Вы что, совсем тупи? Вы что, совсем тупи? Ну а что касается золотого стандарта... ...постоянно использовать непосредственно золото оказалось невозможно. Во-первых, количество товара неуклонно растёт, а вот обеспечить равноценный рост золотых денег не так-то просто. Во-вторых, золотые монеты изнашиваются. В-третьих, транспортировка золота — весьма трудоёмкий и затратный процесс, хотя бы потому, что оно немаловесимо. В-четвёртых, при потере некоторого количества золота возникают сложности с восстановлением запасов. Ну и последнее, денежное обращение нарушилось из-за постоянной порчи монет. Поэтому появившиеся бумажные деньги были прекрасным выходом из положения, учитывая, что изначально они были обеспечены золотом. Ну, думаю, здесь всё понятно. Идут во все эти институты, которые, собственно, все мы с вами знаем, что такое-то бордели обычные. Потусоваться там, девчонки пять лет тусуются, теряют свою девственность, делают по десятку абортов, калечат себе всю жизнь. Зато потом говорят, а у нас есть высшее образование, и нам так нравится жить, потому что уже как бы и неудобно сказать, что жизнь не состоялась. А, ну да, зачем нам это проклятое, вонючее, высшее образование, когда есть образцовый пример семьи Стерлиговых? А ты знаешь, что, как называется сейчас, вот то, как хотели лечить царя Константина в крови детской, когда хотели его купать в Капитоле, как сейчас это называется в современной медицине? Правильно, это называется стволовые клетки. Это берётся кровь убиенных младенцев в абортариях, делаются выжимки для престарелых, всяких больных людей, извращенцев. Им вкалывается это в вены. А вкалывается это потому, что проклятые учёные придумали шприц с тех пор. А тогда шприца не было, и поэтому надо было купаться в крови. Ну это что-то сатанизм, что-то, что-то вампиризм, что-то. Вот, вот к чему мы должны стремиться. Вот как мы должны развивать и обучать наших детей. Не то, что это ваше высшее образование. Если они отрекутся от Христа, они не будут моими детьми, я их прокляну. Ну да я, если кто-то из них станет наркоманом, я его убью. То есть они это знают. Отличный пример воспитания от Германа Стерлигова. Если вы делаете что-то не по воле отца, то он имеет право отречься от вас, а затем убить. За жену я несу такую же точно ответственность, как за детей. Это как ребёнок для меня, только старший. И женщина должна смириться, претерпеть и поблагодарить мужа за наказание. К слову о жене Германа. Она написала свою собственную книгу «Мужем битая». Если вам интересно, о чём именно эта самая книга, то вот как её кратко описал её замечательнейший муж. Я не хотел бы на камеру рассказывать, как я воспитываю свою жену, потому что это я делаю не публично всего. Но она кое-что описала в своей книге «Мужем битая». Основное, что стоит подчеркнуть в книге «Мужем битая», так это то, что, во-первых, муж прав, потому что он прав. Во-вторых, нужно быть православным обязательно. Альтернатив, конечно же, никаких нет. Мусульманам привет. И моё любимое – рожать нужно натурально дома. Ну, тут даже не поспоришь, учитывая, что у Германа 5 детей. А ну и, конечно, не предохраняться, разумеется. Гениально. Как вы наверняка уже поняли, дети Стерлигова никогда не посещали детские садики и школы. Ведь, как говорит их отец, Если родители отдают своих детей в чужие руки, то чужие руки поимеют их детей. Как хотят, так и поимеют. Выращивает современная школа дебилов и развратников. Ну, это… есть на это спрос. Поэтому это родители сами принимают решение. Относятся они к своим детям как к быдлу. Ну, и, соответственно, отдают их в школу и в детские сады. Нормально. Кстати, чуть не забыл достаточно забавный факт. Тот пацанчик, что доказывал теорию плоской земли, является нешуточным фанатом Германа Стерлигова. Это видно по его постам ютуб-роликов Германа про общественное образование. Мы слышим, что вот все предметы не нужны. Литература, художественная, вымысль, русский язык, не русский, а российский. И так далее. Все предметы, они не нужны. Вот это я понимаю. Серьезная поддержка против современной системы образования. Привет, дорогие друзья. Канал Покошеварим. И сегодня мы за рулем, потому что мы отправились в небольшое путешествие по Новой Риге, чтобы попробовать скандально известный хлеб от Германа Стерлигова. Он печет дорогущий хлеб, какой-то весь из себя свежий и эко. Короче, кто знает Стерлигова, тебе, наверное, прекрасно понимает, что довольно такой эпатажный персонаж. Соответственно, он должен выпекать эпатажный хлеб. Но он и так эпатажный, потому что он стоит даже купой денег. Я просто запас, и у меня там в кошельке лежит с запасом нормально, чтобы хватило на хлебушек. Достаточно важный пункт в биографии Германа – это то, что он производит собственный хлеб. Его продукты очень известны, нет, не своим качеством, а своей бешеной ценой. Мне обошлось 4582 рубля. Хлеб формовой 1 килограмм, а вот он, хлеб формовой стоит 690 рублей. Хлеб ржаной, он же тоже формовой, естественно, 490 рублей стоит. Квас 200, квас 200, пиво 800 рублей стоит. Молоко коровье 250, пихтовый напиток 200, бутерброд с красной рыбой 250, бутерброд с жареными молоками лосося 150 и колбаса говяжья 752 рубля. Это, кстати, заставляет задуматься. Возможно, все эти эпатажные заявления Стерлигова являются лишь пиаром его продукта. Удивительный факт. В сети ходят слухи о том, что Стерлигов участвовал в БОРН – боевой организации русских националистов, также известной как неонацистская группировка. Участники данной организации были обвинены в убийствах и в покушениях на убийства. Хочется, конечно, думать, что все это неправда, но зная Германа... Поклятых колдунов-ученых убивать, как бешеных собак. Все становится не так радужно и прекрасно. И достаточно странно, что за спорные высказывания его до сих пор в России никто не посадил. Вот это он! Что? Бежать! Ну что ж, друзья, пишите, что думаете об этом видео, пишите, что думаете о самом Германе Стерлигове. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, распространяйте это видео среди друзей и не только. С вами был Билл, всем удачи и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok